Доброго времени суток, кто зашел в гости. Нахожусь я недалеко от смотровой площадки, которую я снимала, галерея Lafayette, возле Гран-Опера. Тут есть одна интересная улица, и на этой улице есть очень хороший итальянский ресторан. Пицца Ферензе. Находится это рядом с Олимпией, куда я сейчас направляюсь. Я покажу, что такое Олимпия. Находится это 24 Рю Камарта, чтобы было видно адрес. Специализируется ресторан на итальянской кухне, и его посещают огромное количество известных людей. В более ранние времена, кто выступал в Олимпии, они все приходили сюда покушать. Поэтому весь ресторан обвешен фотографиями известных личностей. Вот вывеска этого ресторана. Внутрь я не захожу, я немножко поговорила, поспрашивала. Ресторан очень старый и популярен тем, что здесь отобедывали, ужинали, обедали разные известные личности. Фотографии на стенах, это как раз вот говорит об этом. Итальянская кухня, классические цены. Тирамису 7 евро. Ну, в общем, как во многих ресторанах Парижа. Для ориентира напротив отель Астра. Улица небольшая, с таким очень плотным движением, но ресторанчик можно легко найти. Итак, очень стильный, хороший итальянский ресторан, где любят обедать знаменитости. Итак, я взяла маленькую карточку. В принципе, я легко найду этот ресторан, но кто будет искать. А также возле пиццерии есть тут небольшой такой маленький пассаж, куда я сейчас иду. Он сквозной. Сквер опера. Сквар. Тут вот пальмочки растут. Но, наверное, не во все время можно зайти, так тут стоят ворота. Время от время это все закрыто вечером. И пройти могут только, наверное, свои. Ну, сейчас мы выйдем через такой проход интересный. Возле ресторана я пошла через такой маленький дворик с пальмами. Что здесь есть? Есть здесь музей парфюмерии Фраганар. Вход бесплатный. Вход сюда с разных сторон. Я зашла через дворик. Вот я поворачиваю, показать. Тут есть два театра и музей. Туристу это место легче всего найти возле Олимпии. Свернуть. Это самое легкое. Потому что с улиц... Это я здесь живу. Я знаю хорошо, как сюда подойти. Но если человек незнакомый приехал первый раз в Париж, который не знает город, то лучше всего возле Олимпии будет заворачивать. Первый театр. Вот стоит прямо возле музея. Театр Атена. Вход в музей бесплатно до шести вечера. Я успею заснять еще Олимпию и вернуться в этот самый музей и заснять еще отдельно музей. У меня сегодня такая локация в районе Гран-Апера. Как правило, я не гоняю, как туристы по всему Парижу. Я оказываюсь в какой-то одной местности. Либо я специально приезжаю для съемки и снимаю что-то в этом регионе. Я знаю, допустим, несколько локаций на одном пятачке. И я быстренько так по этим локациям прохожусь. Иду в сторону Олимпии, покажу Олимпию и вернусь сюда, чтобы заснять еще музей. Входов и подходов, как я сказала, здесь очень много. Можно зайти где-то с трех-четырех сторон. Дальше я двигаюсь, попадаю на площадь маленькую. Здесь еще один театр располагается. Театр Эдуард Шестой. Даже седьмой. Посмотрела, посчитала. Ни разу здесь, скажу, не было никогда в этом театре. Красивое, стильное, очень тихое место. Находится оно как бы внутри, как во дворе. Пассаж. Не все его знают. Не все его найдут. Хотя здесь очень красиво. Но встречаются любопытные экскурсии. Вот пришла экскурсия. Кто берет гида, тот вас сюда может привезти. Я не гид. И то я это место знаю. Но я люблю Олимпию, скажем так. Олимпия очень старый театр внутри. Но там выступали самые выдающиеся певцы. Где-то 80-х, 90-х годов. И западные, и наши, кто в советское время выступал, они все выступали в этом театре Олимпия. Я в Олимпию приходила два раза только ради того, чтобы побывать в этом театре. Чтобы увидеть театр, где выступали все знаменитые певцы 70-х, 80-х, 90-х годов. Сейчас все выступают во дворцах, в спортах. Ну, в каких-то таких больших площадках. А тогда большая площадка считалась Олимпия. Очень престижная. Тут много дорогих ресторанов, а также много дорогих гостиниц. Очень дорогих. Квартиры стоят в этом районе баснословные деньги. Это центр Парижа. Стою я на улице Эдуард 7-й этаже, как называется, театр. Ну, и там стоит памятник. От Гранда Пирасу дойти минуты 3-5 по бульвару Капуцинов. И вот тут вот как раз вот надо свернуть на улицу Эдуарда 7-го и попасть в такой маленький тупик, пассаж. И если вы будете двигаться от Грана Пера, то до Олимпии буквально вы не дойдете пару шагов, как надо будет свернуть. А еще, пройдя пару шагов, на горизонте светится театр Олимпия. На углу два больших бутика, но так как бутики меняются иногда, марки закрываются, открываются, я делаю для ориентира вам театр, которые я рекомендую посетить, если вы увлекаетесь музыкой, поклонник музыки. Особенно те, кто на меня родился, как я, еще в советские времена, то здесь выступали все наши артисты этого времени. Понедельник, сейчас часов 4-5, наверное, часов 5. Олимпия закрыта, сюда надо приходить вечером, если хотите попасть. Ну и ближе к выходным, наверное, пятница, суббота, воскресенье. Я не помню точно в какие дни, была я два раза здесь. Я была один раз на госпеле и второй раз еще что-то, рок-н-ролл какой-то был. Я брала два раза билеты через телевидение со скидкой. И так я хотела посмотреть театр и случайно попала, допустим, на госпел, который я никогда не знала. Ну, я имею в виду вот эта команда, группа, которая представляла свою программу. Им было уже 50 лет. И я понятия не имела, кто они такие, я случайно на них попала. И так же сама была какая-то группа, которая пела рок-н-ролл. И все танцевали, весь зал. Я вообще не знала, кто они такие. В этом мире очень много музыкантов, творческих людей. Мы можем не знать, кто они такие, если они живут в другой стране, или мы не увлекаемся вот этим направлением музыки какой-то. Я не люблю джаз и рок. Поэтому я многих этих исполнителей просто не знаю. Видео было по пассажу и по театру Олимпия, который я рекомендую поклонникам музыки. Дальше я вернусь в пассаж и хочу еще посетить сегодня музей. Он работает до 6 вечера. Я надеюсь, я успею еще заснять музей. И до новых встреч на моем канале. Париж, его окрестности. Париж туристический. Знакомый и незнакомый. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова